Добрый день, Толя! 15 сентября. Четыре дня назад мы отвечали 20-ю годовщину трагедии. Две недели назад, когда я встречался с вами, я обещал рассказать, что произошло со мной в этот день. 9-11. Я выполняю это обещание. Причем то, о чем я вам расскажу, я уже рассказывал. Я рассказывал на Дэвидсон Радио, я рассказывал на одном блоге. Но я считаю нужным рассказать тем, кто не слышал. Вы знаете, случаются события, или если вам угодно, случаются истории, объяснить которые нам не дано. Атеистом. Я, к сожалению, атеист. Одно событие вошло в историю, о нем знают все. Когда я говорю все, я имею в виду людей, которые достаточно хорошо знают американскую историю. Событие такое. Мы с вами знаем, что Декларация о независимости была принята 4 июля 1776 года. 4 июля 1776 года. Автор этой Декларации Томас Джефферсон, редактор Джон Адамс. Томас Джефферсон был нашим третьим президентом. Адамс – вторым президентом. Так вот, эти два отца-основателя нашей страны, они скончались в один и тот же день. И этот день был ровно 50 лет со дня принятия Декларации независимости 4 июля 1826 года. Как вы можете объяснить такое совпадение? Это событие, о котором, повторяю, еще раз знают многие. Второе событие, оно касается, в общем-то, лично меня. Я о нем рассказал, о нем знали мои друзья, мои близкие. На прошлой неделе я рассказал это в двух передачах. Я считаю нужным поделиться с вами этим событием. Оно связано с 11 сентября 2001 года. Мы просто день называем на 9-11. Мы не называем 11-9. В 9-11 это выражение уже вошло, естественно, в международный язык. И этот день хорошо запомнится всем, кто так или иначе связан с Нью-Йорком. Или работал в Нью-Йорке. Работали в Нью-Йорке друзья, родные, близкие. И этот день хорошо запомнился многим жителям Нью-Джерси, Канетику, это Пенсильвания, то есть штатов, близких к Нью-Йорку. Потому что многие жители этих штатов работали в Манхэттене. И среди них были пострадавшие. На прошлой неделе я побывал в городе Вестфилд, это Нью-Джерси. Там установлен обелиск 11 жителям Вестфилда, погибшим в результате террористического акта. Так вот, газета «Новоросское слово», в которой я тогда работал, мы с женой работали в этой газете, она находилась в Манхэттене на 5-й авеню, дом 5-й авеню, угол 18-й стрит. И когда мы выходили на 5-й авеню и смотрели на юг, то близнецы башни Всемирного торгового центра были перед нами. Расстояние, правда, было 2,5 мили, но эти громадные, громадные башни, они были видны как будто на ладони. Однако в этот день, September 11, мы с женой были далеко от Манхэттена. Мы были в 2500 милях от Манхэттена в Гранд-Каньон. На вторую неделю сентября этого года, 2001 года, это с субботы 8-го по субботу 15-е, у нас была запланирована поездка в Аризону. Ну, а если вы едете в Аризону, то вы наверняка запланируете побывать в Гранд-Каньон, но это восьмое чудо света. Восьмое чудо света. Наш базовый лагерь, ну, я называю так, то место, где мы расположились, от которого мы танцевали в Аризоне, он находился в местечке Лондон-Бридж. Лондон-Бридж. Не правда ли, несколько странное название для местечки в пустыне, в Аризонской пустыне? Лондон-Бридж. Почему оно так названо, это место? А вот почему. В этом месте установлен мост Лондон-Бридж, который пересек океан из Лондона в Аризонскую пустыню. Кому это могло вообще прийти в голову? Кстати, мост соединял берега Темзы с 1831 года по 1967 год. Ну, он был построен для конных экипажей. А когда начался автомобильный трафик, мост морально устарел. И власти города решили этот мост убрать, заменить другим. Причем не просто убрать, они решили его продать по кирпичику. Ну, они понимали, что найдутся в Лондоне, да не только в Лондоне найдутся жители Британии, которые захотят иметь, ну, такой сувенир, камешек из Лондон-Бридж. Так вот, об этом узнал американский человек Роберт Маккулах. К этому времени он купил в Аризоне громадную площадь, несколько тысяч акров. На берегу озера Хауси. И он решил продавать небольшие участки и организовать там какой-то поселок, деревню. Он не сомневался, что люди купят какие-то участки для дома, для бизнеса. Но никто не хотел покупать. Ну, потому что это, во-первых, пустыня. Круглый год жарка, температура 80-100 градусов по Фаренгейту, бывает 120. К тому же поблизости нет никаких людских участков, где бы жили люди, деревень и городов. Требовалось чем-то привлечь покупателей. И вот Маккулах узнал, что в Лондоне продается мост. Он вызвал одного из своих помощников и сказал ему, «Парень, катись в Лондон и узнай, сколько эти люди, мэрия Лондона, думает получить за мост, если будет она продавать его по кирпичику. Сосчитай, добавь по 100 долларов за каждый год действия этого моста и предложи мэрии Лондона». Человек Маккулаха приехал в Лондон, назвал сумму и, может, был продан. Сумма очень интересная. 2 миллиона 460 тысяч долларов. Дамы и господа, я не полагаюсь на память, когда я говорю, называю цифры. Я эту цифру выудил в интернете. 2 миллиона 400 тысяч долларов за такую сумму был продан Лондон-Бридж. Мост разобрали. Каждый кирпичик, каждую деталь пронумеровали и перевезли через океан. Это 67-й год. В 68-м году, в сентябре, был заложен первый камень Лондон-Бридж в Аризонской пустыне. А спустя 3 года, в 1971-м, мост был построен и место стало заселяться. Это 1971-й год. К тому времени, когда мы с женой, это в 2001-м году, решили бросить свои манатки в базовый лагерь в Лондон-Бридж. Это было уже достаточно обжитое место. Но в то время там не было гражданского аэропорта. Чтобы добраться до Лондон-Бридж, нужно было долететь до Лас-Вегаса. Там нужно было взять в рентмашину. Машина у нас была, естественно, заказана. Ну и мы покатили от Лас-Вегаса до Лондон-Бридж. Дорога 165 миль. Это длинная дорога. Была дорога чуть короче. Но, естественно, если ехать от Лас-Вегаса до Лондон-Бридж, нужно ехать длинной, более дальней дорогой. Всего 165 миль. Потому что эта дорога проходит по плотине Гувера. И у вас есть возможность запарковать машину на плотине и любоваться этим чудом света. Потому что плотина Гувера – это чудо света, сооруженное не природой, а руками людей. Итак, это было 8 сентября. Мы доехали до Лас-Вегаса. Потом из Лас-Вегаса ехали к себе. И раскинули свой лагерь. Монетки, пожитки. А поездка в Гранд-Каньон у нас была намечена на вторник, 11 сентября. От Лондон-Бридж до Гранд-Каньон всего 227 миль. Может кому-то показаться, что большая дорога – это не большая дорога, дамы и господа. Потому что по тамошним в хайвее можно гнать, разрешено гнать со скоростью 70 миль. Ну и все катят, естественно, ну как минимум 80 миль. Таким образом, добраться до Гранд-Каньон труда не представляет. Но мы не ехали прямо на машине в Гранд-Каньон. И мой совет вам, дамы и господа, если кому-то из вас придет в голову ехать в Гранд-Каньон на машине, мой совет – запаркуйтесь в городе Уильямс. Город Уильямс, он находится в 70 милях от Гранд-Каньон. Там есть действительно шоссейная дорога, хорошая дорога. Но мой совет – запаркуйте машину Уильямс и поезжайте в Гранд-Каньон по железной дороге. Это прекрасное, изумительное путешествие. Масса интересного. К примеру, когда вы будете возвращаться по железной дороге из Гранд-Каньон Уильямс, Уильямс, ваш поезд остановит бандиты. У них лица морды будут закрыты. Но не потому, что китайская зараза. В то время, когда мы там были, китайской заразы не было. И сегодня они закрывают свои морды не потому, что китайская зараза – это бандиты. Они останавливают поезд и ходят по вагонам. Там приготовьте свои кошельки, потому что кредитные карточки они не принимают. И вот такое бандитское нападение украшает ваш путь уже наобратно. Когда вы едете из Гранд-Каньона, вы возвращаетесь уже в Уильямс. Вот мы поехали железной дорогой. Это замечательно. Железная дорога, кстати, она была проведена на границе 19-20 столетий. Действовала много лет. Но в начале 60-х годов 20-го столетия дорога прекратила действовать. Поезда перестали ходить, потому что поезда не могли конкурировать с автомобильным транспортом. Но нашлись предприниматели. У нас в нашей стране всегда находятся предприниматели. Этим наша страна замечательная. Они восстановили железнодорожное сообщение, сделав все так, чтобы людям, которые будут пассажиром поездов, было интересно. И теперь ходит поезд. Мы воспользовались поездом. Итак, мы приехали в Гранд-Каньон достаточно рано утром, где-то в районе 8-9 утра. В нашем распоряжении было 7 часов ходьбы. Это для хорошего знакомства с Гранд-Каньон, это, конечно, совершенно недостаточно. Лучше всего приехать на несколько дней. Там бывают 2-3 дневные специальные экскурсии. Вы можете арендовать вертолет и смотреть на это восьмое чудо света сверху. А вообще вы можете даже арендовать мула с проводником, ну, если вы умеете ездить верхом. И вот мул привезет вас в Гранд-Каньон на самое дно, там, где течет река Колорадо. Но из 7 часов, которые мы там провели, в общем-то, достаточно, чтобы убедиться, что из себя представляет это чудо света. Я, дамы и господа, не буду вам рассказывать о красотах Гранд-Каньон, потому что сняты фильмы, написаны книги, масса телевизионных фильмов. Не пересчитать фотографии, это неблагородное занятие, рассказывать о Гранд-Каньон, мой рассказ о 9-11. Итак, мы с женой погуляли. Нагуляли и аппетит. Ну и перед тем, как к нам возвращаться в поезд, мы зашли в привокзальный ресторанчик. И вот зайдя в ресторан, мы обратили внимание, что у развешенных в зале телевизоров стоят люди. У некоторых телевизоров стояло, скажем, 3-4 человека, у некоторых 5-6-7 человек. У нас не было времени задерживаться, мы сели за столик, подошел официант, я сделал заказ и спросил, «А, простите, а что эти люди там смотрят?» Он так спокойно ответил, как будто, ну что-то обычное. «А, показываю террористический акт в Нью-Йорке». Я удивился и переспросил, «А вы говорите, террористический акт в Нью-Йорке?» «От да, он говорит, террористы разрушили Всемирный торговый центр». Пока он выполнял заказ, мы с женой подошли к одному из телевизоров, и на телеэкране постоянно показывали, как самолет врубается в одну башню, затем самолет второй врубается во вторую башню, первой падает башня, в которую врезался второй самолет, потом падает башня, в которую врезался первый самолет, и эти кадры повторяются постоянно с комментариями, комментариями телерепортера. Возвращение, возвращаясь домой в поезде, люди не обсуждали Гранд Каньон, пассажиры. Речь шла только о том, что произошло в Нью-Йорке и Вашингтоне, о том, что был еще один самолет, который врезался в Пенсильванию, в землю, самолет, который, судя по всему, должен был врезаться в Белый дом. Об этом пока что никто не знал. И когда пассажиры узнали, что мы с женой из Нью-Йорка, мы были единственными в вагоне из Нью-Йорка, к нам стали подходить, и я помню, подошла дама, и она с нами так разговаривала, как будто мы только что вернулись из преисподней. Когда бандиты напали на поезд, то бандиты тоже были, в общем-то, видимо, не в лучшей форме. Они исполняли то, что им полагалось исполнять, люди давали им какие-то чаевые, но все это было, как вы понимаете, не так, как должно было бы быть. В Вильнюс мы приехали уже, когда стемнело, мы сели в машину и покатили домой, и включили радио. Ну, по радио постоянно говорили, что телефонной связи с Нью-Йорком и Вашингтоном нету. Мы об этом убедились, когда пытались дозвониться по селфону, пытались дозвониться своим родным и знакомым, постоянно передавали то, что произошло, и передавали записи, интервью с различными чиновниками администрации Буша. Я запомнил интервью с Колином Паулом. Колин Паул был, как вы помните, государственным секретарем. Ну и среди другой информации, была другая информация, в частности, говорила, что плотина Гувера закрыта, и если вы хотите ездить хоть в Лас-Вегас, вам нужно искать другую дорогу. Мы вернулись домой, и оставшиеся до отпуска дни были скомканы. Ну, во-первых, мы не могли дозвониться до своих родных и знакомых в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Да, путешествовать нам не хотелось, и в субботу, 15 сентября, мы покатили в Лас-Вегас, причем это был первый день после September 11, когда аэропорт Лас-Вегаса работал. Нам повезло, потому что люди, которые должны были улетать 15-го числа, билеты были на 15, они истрили к своим самолетам, там была громадная очередь людей, которые не улетели в предыдущие несколько дней. Мы прилетели в субботу домой, мы жили в Нью-Джерси, а в воскресенье на следующий день у меня была работа, я работал в газете «Нового русскослова» по воскресеньям. И когда я пришел в офис, я стал просматривать газеты за минувшие дни, и меня вот что привлекло, дамы и господа. Меня привлекло время, когда первый самолет с террористами ударил по северной башне Всемирного торгового центра. И вот в связи с этим, с временем, мой рассказ. Я напомню еще раз, что мы приехали в город Уильямс накануне, в понедельник 10 сентября, накануне поездки по железной дороге в Гранд Каньон. Мы встали в понедельник рано, поутру, нужно нам было успеть помыться до поезда. Я пошел под душ, был несколько минут под душем. Пойдя под душ, я посмотрел на часы, потом под душем была жена, потом мы быстро оделись, бросили манатки в машину, сели, я стал рулить. Перед тем, как рулить, я снова взглянул на часы, и часы показывали то же самое время, когда я пошел под душ. Я не обратил на это внимания особого. Потом мы поели, погрузились в поезд, я снова сел в поезд, мы сели в поезд, я смотрю на часы и показываю то же самое время. Время было 5 часов 46 минут. 5 часов 46 минут. Первый самолет с террористами врезался в северную башню Всемирного торгового центра 8 часов 46 минут. Между Нью-Йорком и Аризонной разница ровно в 3 часа. То есть мои часы остановились в то самое время, когда первый самолет с террористами врезался в башню Всемирного торгового центра. Этим часам было 13 лет. Мама подарила мне эти часы к моему 50-летию. Часы Сейка. Они ходили без остановки, но говорят, ходят, работают как часы. Мои часы ходили как часы, без всякой остановки. Нужно было потрясти рученькой, и они ходили. На часах показывалось не только час и минуты, показывался день недели, и показывалось число. На моих числах, остановившихся часах, время было 5.46 и 9.11. Как это объяснить, дамы и господа? Я эту историю рассказывал своим друзьям вскоре после, только я приехал, я показывал им часы, я рассказывал. Жене рассказал сразу же. Мы еще не... Первые, кто об этом узнал, это узнала жена, потом узнали друзья. Я вспоминаю эту историю раз в 20 лет. Каждый год перед Септембр-11. Когда я вернулся в Нью-Йорк 15-го числа, город было не узнать, особенно в том месте, где располагался наш офис. Повторю еще раз, офис располагался на угол 18-й стрит и 5-й авеню. А вдоль 14-й стрит, это чуть к югу, 4 квартала к югу, были расставлены барьеры вдоль всей улицы, и никаких автомобилей к югу от 14-й стрит не пропускали. И вот мой вопрос, дамы и господа, как могло случиться, что часы остановились в ту самую минуту, когда случился первый террористический ахт. Несколько дней назад я был с друзьями в Нью-Джерси, и я рассказал эту историю до того, как я поведал ее по радио и в другой программе. И была женщина, медик, она рассказала, что сослалась на книжку какого-то врача. Я название не запомнил. Запомнил историю. Оказывается, в этой книжке были рассказаны истории. История о том, как часы останавливались у людей в тот самый момент, когда эти люди умирали. То есть, есть какие-то силы, я не знаю, которые в то или иное мгновение останавливают наши часы. И мой вопрос, дамы и господа, если у вас есть объяснение случившемуся, объяснение без обращения к Всевышнему, обращение, объяснение, которое было бы понятно, я готов выслушать. Пожалуйста, напишите, вы знаете, мой емельный адрес one.masha.orlov.gmail.com Если у вас есть объяснение, я готов их огласить. На этом я заканчиваю рассказ случившегося со мной моими часами September 11. Будет небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». А в этом сегменте, как всегда, Алексей любезно соглашается ответить на ваши вопросы, обменяться мнениями, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-4005-2000 и вы сможете пообщаться с Алексеем, задать вопросы, ну, и, конечно же, услышать его мнение. Ну, а пока народ собирается с мыслями, Алексей, вопрос. Вот вы действительно очень четко помните, где вы были, что происходило в тот момент. Есть ли ваши, были ли в вашей жизни еще такие моменты, где вам запомнились настолько же четко, буквально чуть ли не по минутам, а как вам запомнился «Найн Лавен». Ну, Толя, если вспоминать, то, конечно, были такие моменты, безусловно. Скажем, я хорошо помню свой отъезд с женой и сыном из Ленинграда 15 декабря 15 декабря 1976 года. я прекрасно помню этот день в деталях. Как мы провели ночь перед отлетом, друзья, как мы ехали в аэропорт, кто был. Я прекрасно в деталях помню всю дорогу. Очень хорошо помню. Если говорить о более раннем, более раннем, то я достаточно хорошо помню возвращение из эвакуации в Ленинград. Это было 7 сентября 1944 года. Мы были в Новосибирске. и поезд шел из Новосибирска в Ленинград. Сколько дней, я не помню. Но вот день, когда мы приехали, я помню очень хорошо, причем помню этот день в деталях, начиная с той минуты, когда поезд пересекал реку Волхов. Реку Волхов. И люди примкнули к окнам вагонов и видели разрушенный город, Айнбаум, который был на берегу Волхова. Я помню, как мы приехали на московский вокзал и помню первые шаги. Это была моя мама, моя тетя, она вторая как бы мама. И мы с братом, близнецом Мишей, мы шли на площадь перед московским вокзалом. То есть я помню некоторые дни в деталях. если не по минутам, по часам, то полностью, конечно, помню каждый день. Конечно, были. Я думаю, что в жизни каждого человека были какие-то дни, которые запомнились, идеально запомнились, по той или иной причине, по той или иной причине. к моему счастью, в моей жизни не было дней, которые врезались в память, в деталях, когда что-то случалось, несчастье, например, когда умер мой брат, близнец. Я, этот день для меня как в тумане. Я мало что запомнил, и, в общем-то, это тоже совершенно объяснимо. Толя, я думаю, в жизни каждого человека есть дни, которые запоминаются на всю жизнь, причем память, она избранная, безусловно. В моей вообще памяти, даже если говорить о том, о моей жизни в Советском Союзе, я, в общем-то, было масса, конечно, дней горьких, но в моей памяти, так уж моя память сложена, что я в первую очередь запомнил те дни, которые были, ну, скажем так, счастливыми. Не грустные дни, а веселые дни. Ну, я помню прекрасный день, когда мне поступил первый заказ из газеты «Советский спорт». Я был ленинградским журналистом, писал о баскетболе в газету «Смена», и мне поступил заказ из советского спорта Толя Пинчук, он командовал скетболом в советском спорте, и с этого звонка началось мое сотрудничество не только с советским спортом, но и с московскими спортивными журналами, физкультура и спорт, спортивная жизнь России, спортивные игры. Этот день, так сказать, и масса дней, именно хороших дней запомнились. Были горькие дни, да, были. Но, я так устроен, люди устроены по-разному, когда мне приходится, мы в кругу друзей, знакомых, приятелей, вспоминаем какие-то вещи, связанные с нашей прошлой жизнью, я в основном вспоминаю то, что было хорошо, а не то, что плохо. Но так уже я устроен. Есть люди, которые устроены иначе, все это индивидуально. Ну, я не просто так спросил, потому что действительно вот таких дней не должно быть много. Я имею в виду дней как 9-11. И честно, вот в преддверии праздника я вам желаю, чтобы ваших веселых, счастливых дней было намного, в разы больше, чем грустных и тех, которые бы не очень хотелось помнить. Так что, но это действительно, это такая дата, вот 9-11 для меня, по крайней мере, это очень-очень значимая дата, и хотя бы потому, что вот я, например, ровно за год до этого, 15 августа 2000 года, я был в Нью-Йорке, как раз компания New York Life, это страховая компания, я там проходил курсы повышения квалификации, и вот именно рядом с этими близнецами, мы там всегда ходили на ланч, поэтому тоже вот такая какая-то такое воспоминание грустное, конечно. Ну, давайте начнем принимать звонки, добрый день, вы в эфире. добрый день, если еще можно рассказать, что случилось с часами, я расскажу секунд до 30, если нет, я прошу прощения за беспокойство. Нет, пожалуйста, почему нет? Можно рассказать? да, да, конечно. электрические часы, там просто села батарейка, это было совпадение, такое мнение, может я ошибаюсь, эти были часы, которые ходили встряхиванием, я встряхивал руку, они ходили, там не было никакой батарейки. Да, сейчас он мог остановить. Спасибо большое за ваш звонок, ну да, в принципе, эти часы, которых нужно было постоянно двигать руками, чтобы они заводились, я их тоже хорошо помню, они, конечно, можно было остановить. Да, и так, Алексей, у нас есть еще достаточно времени для наших радиослушателей позвонить и задать вопрос, я просто напомню, номер телефона в студии 847-400-5200, пожалуйста, если у вас есть вопросы, звоните, задавайте их, времени не очень много, поэтому... Я, Толя, вообще хочу сказать, поскольку есть время, что я счастливый человек, Толя, я действительно счастливый человек, ну, во-первых, я, Тьфу-тьфу, я бью по деревяшке, я здоров. Несмотря на то, что мне 83 года, я бью по деревяшке, я сегодня измерил, я давление в мире каждый день, у меня сегодня 134 на 64. Блестящее давление. я занимаюсь любимой работой, то, что я делаю, мне нравится, поэтому это всегда прекрасно. У меня есть друзья, с которыми я общаюсь, у меня есть люди, которых я люблю, поэтому я считаю себя счастливым человеком, я живу в прекрасном доме, я жил последние годы своей жизни в Советском Союзе, я жил в коммунальной квартире, я живу в доме, в котором 1700 квадратных футов, в этом доме живу я и мой кот Вася, мы счастливые люди. Толя, поэтому я, в общем-то, должен сказать, что в моей жизни фу-фу-фу, но были, конечно, всякие несчастные случаи, трагедии и смерть брата, и смерть мамы, смерть моей тети, потом, когда умирают мои животные четвероногие, я кошатник, видимо, по наследству, то есть мой, отец был кошатником тоже, ну вот, и у меня всегда были кошки, и, конечно, они живут, к сожалению, не так долго, как хотелось бы, и для меня это члены семьи, так что в моей жизни бывают грустные моменты, но вот, скажем, в данный момент, вот, когда я сижу перед камерой и разговариваю с тобой, и разговариваю с телезрителями, с радиослушателями, я счастливый человек, Толя, поэтому... и это видно, и это слышно, Алексей, так вот, я себя тоже сейчас, вы меня, правда, не видите, я вижу вас, я стучу сейчас вот по своей деревянной башке, и желаю, чтобы у вас вот это состояние продолжалось как можно дольше, вот это состояние счастья, состояние благополучия, дай бог, чтобы оно у вас действительно как можно дольше продолжалось. Но мы пока примем еще один звонок, народ не дожидается, а перезвонить, пожалуйста, я приму ваш звонок, конечно, вот. Добрый день, вы в эфире. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вам не кажется, что есть такие вещи, которые называются словом совпадение. И только. Потому что есть такая, такое примета, что черная кошка прибежала в дорогу через 13 пятница и так и тому подобное. Если какие-то события случаются в эти дни, когда бежала через 13 пятница, человек запомнит это и привяжет к тому, что говорит эти поговорки. На самом деле это фото совпадения. Ваши часы ни в коем случае не божий дар и не проведение. Это называется совпадение. Вот действительно счастливые случаи были у тех, кто не попал на Титаник ввиду разных причин. Заболел и еще что-нибудь или какие-то другие обстоятельства. Вот это, как говорится, второе рождение надо праздновать. Но опять-таки это просто повезло. С таким успехом Титаник мог совершить плавание и завершить его очень хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Мне это напомнило хороший анекдот, когда говорят, людям желают, я вам желаю удачи. Почему не здоровья? Потому что на Титаники были достаточно здоровые люди. Да, так что, ну, видишь, в каждой шутке есть доля шутки. Конечно же, есть совпадение. Конечно же, но ведь не зря существует такая ситуация, как суеверие. И люди в это верят. Люди верят на своем опыте, это проверяют. Я не суеверный человек. Я не верю, что кошка перебежала дорогу или еще что-то. ну, совершенно, я не суеверный человек. Ну, да, мне понравилось у нас тут на прошлой неделе, нет, две недели назад было у моих коллег интервью с Дмитрием Гордоном. Мне понравилось его высказывание. Он говорит, я человек, я отношусь к жизни философски. Вот если тарелка стоит на столе, то я на это смотрю так, как тарелка стоит на столе. Я не пытаюсь докопаться, кто ее туда поставил и почему она там стоит. И это, наверное, правильно, в принципе. Если что-то происходит, ну, значит, оно должно было произойти. Но я, например, своим детям, ни старшему сыну, ни младшему, никогда не вменял в голову вот эти суеверия, типа там, забыл что-то дома, надо посмотреть в зеркало, повернуться три раза. Почему? Потому что, ну, вот мой покойный папа, земля ему пухом, он был очень суеверный человек. Ну, естественно, вменил мне все эти проблемы. Поэтому, зная все это, я своим детям никогда, ни одного раза не рассказал ни про одно суеверие. Не надо, зачем? Так легче жить. Окей, Толя. Так, теперь... У меня, у меня есть время, правильно? У вас есть время, ровно восемь с половиной минут, поэтому, пожалуйста, это ваше время. Вот так, дамы и господа, я воспользуюсь оставшимся временем. Я понимаю, почему нет телефонных звонков, потому что тема, ну, как вам сказать, это тема не злободневная, это не политика, это не то, что происходит, скажем, в Конгрессе или в Сенате, это не о книжке Вудварда, который... Так, я вас прерываю, потому что есть телефонный звонок, а мы отдаем предпочтение нашим радиослушателям. Безусловно, безусловно. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, вы меня слышите? Да, я вас слышу, очень рад, что наконец-то удалось вас дозвониться. Спасибо за передачу. Во-первых, я очень рад за уважаемого гостя программы, что он живет, может себе позволить жить в хорошем большом доме в штате Ленойс, в Куккаунте, наверное, такой бы дом таксовался бы, наверное, проперти такса 1017, судя по всему. Сколько, 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 17 тысяч? Я плачу проперти. Мне пришел, ну, пил за этот код, но я плачу всегда 31 декабря. Значит, проперти таксы за год 2002 доллара. Нормально. Вот поэтому вы еще раз можете почувствовать себя счастливым. когда я жил в Юджерси, у нас был кондоминиум с женой, и площадь была примерно такой же. Мы уехали из Юджерси в 2008 году. В 2008 году я платил 5,5 тысяч долларов проперти Тексас. Я думаю, там, наверное, сегодня 10 тысяч. Я живу там, где вот за этот дом я плачу 2002 доллара. Ну, у меня еще и США и всякие, но проперти Тексас у меня не больше. Действительно, вы счастливый человек, дай Бог вам здоровья. Но разрешите вам в связи с этим задать вопрос, может быть, немножко не по теме, не про воспоминания, а про день сегодняшний. Республиканцы потерпели сокрушительное поражение в Калифорнии. Ой, я вас сразу же перебью. Не республиканцы потерпели поражение. Тот, кто думал, что Ньюсон проиграет, это совершенно наивные люди. Но абсолютно наивные люди. Калифорния демократический штаб. Там все пропитано демократией. Более того, его поддерживали кто угодно, Silicon Valley и все. Вообще, когда я слышал какие-то прогнозы с надеждами, что республиканец может выиграть, ребята, ну нужно спуститься с высот на грешную землю. Ну не может в сегодняшней Калифорнии победить республиканец на пост президента. Не может победить на пост сенатора от штата. Этих два сенатора выбирают. Но это совершенно невозможно. Поэтому говорить о каком сокрушительном поражении, вот если бы то же самое произошло в моем штате, где я живу, у нас, кстати, губернатор, демократ, ему предстоит в следующем году защищать. Вот если бы этот демократ, который сегодня, Купер, в следующем году выиграл с таким же преимуществом, я бы сказал, да, республиканцы потерпели сокрушительное поражение. То, что произошло в Калифорнии, это абсолютно закономерно. Ну, абсолютно закономерно. Извините, а можно просто, я хотел задать вопрос, а не... Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, извините, что вас прерываю. Я хотел задать вопрос, что не показывает ли вот этот пример, что надежды какие-то на то, что Конгресс и, может быть, Сенат, что вряд ли перейдет под контроль республиканцев во время следующих выборов абсолютно без почвы, потому что народ как голосовал за таких, извините, за время сволочей, как не как это в Калифорнии, так у нас выливается. Я вас перебью. Вы берете в пример Калифорнию. Вы можете взять в пример Нью-Джерзи. В этом году в Нью-Джерзи будут выбирать губернатора. Снова выберут демократа. Что на основании этого вы можете делать прогноз на промежуточные выборы следующего года. Слушайте, Калифорния демократический штат. Никакого отношения, вообще связи никакой нету между промежуточным выбором в Конгресс во всей стране во всей стране с тем, что произошло в Калифорнии вчера, с тем, что произойдет в Нью-Джерзи в первый ноябрьский вторник в этом году. Но есть штаты, в которых побеждают всегда демократы. сегодня, я не говорю, что это будет через 10 лет, и этого не было 10 лет, но сегодня это есть. Поэтому забудьте, думая о выборах 22-го года, выборах промежуточных, ссылаться на Калифорнию. Да ничего общего и похожего быть не может. Калифорнию. Спасибо за ваш ответ. Дай Бог вам здоровья и больше симпатичных и славных котов. Спасибо. Вот так. Все, Алексей, ровно 4 минутки, поэтому время ваше. Я воспользуюсь четырьмя минутами, господа. Ну, во-первых, реклама своих книжек. Значит, фу-фу-фу, я не могу жаловаться на то, как они продаются. Кстати, два дня назад я узнал, что книжку «Черные рабовладельцы», вот эта книжка, что у меня уже есть читатели в Австралии. В Австралии, дамы и господа. Опять-таки, туда мне посылать не нужно, потому что любая пересылка моих книг за пределы Соединенных Штатов это очень дорого. Даже в Канаду 25 долларов. Надо, если вы хотите покупать вот эту книжку «Черные рабовладельцы». Эта книжка вышла в нынешнем году. И книжка, которая вышла в прошлом году «Тень ты кумсе над Белым домом». «Тень проклятия ты кумсе над Белым домом». Если вы живете не в континентальных Соединенных Штатах, книжки можно покупать на Амазоне. На Амазоне нормальная цена. Дамы и господа. Я советую опять-таки тот из вас, кто не интересуется американской истории, вам нет смысла тратить ни деньги на покупку этих книг, но тем более они временно их чтение. Тем из вас, кто интересуется американской истории, я советую действительно, потому что в этих книжках содержатся материалы, которых, то есть то, чему не учат ваших детей и внуков в школах и в университетах. Это действительно в этом отношении это уникальные книжки по темам, которые подняты. Но я еще раз повторю, что в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, были тысячи черных рабовладельцев, черных рабовладельцев, и они владели тысячами-тысячами черных рабов. Об этом вам никто сегодня не скажет. Теперь, прямо от этих книжек я перейду к теме следующей передачи, которая будет через неделю. Значит, в среду на прошлой неделе или во вторник, в среду, в городе Ричмонде это был мой один из самых любимых городов. Я говорю, был, потому что больше моей ноги в этом городе не будет. Там существовала аллея монументов, монумент Авеню, на которой были памятники конфедератам. В минуту на прошлой неделе снят последний памятник, памятник Роберту Ильи, генералу Роберту Ильи. И я подготовил, готовлю передачу, готовлю текст для газет, который я называю «Варвары борются с историей». Варвары. Я людей, которые сносят исторические памятники, называю варварами. Я их сравниваю с талибами, я их сравниваю с террористами исламского государства, которые разрушали памятники старины, памятники истории в Афганистане, Сирии и Ираке. Наши разрушители памятников такие же варвары. Те на Ближнем Востоке, они руководствуются религией. Наши негодяи, варвары, они опираются на политику. Вот об этом пойдет речь ровно через неделю. Что касается сегодня, я благодарю всех дамы и господа из вас, кто слушал передачу. И мой совет всегда один и тот же. Будьте, будьте, будьте здоровы!